Я рад, радостно, что такое солнышко переводишь нас. Я солнышко! Твоя роль очень важна, потому что без тебя мы шаг вперёд. Мы были бы немы. Я хочу рассказать, братья и сестры, следующее. Бог вас любит. Это самый сильный послание, которое предаёт нам Писание. Бог любит вас. Алберто, Бог вас любит. И вот эта любовь, которая переполняет Бога, это та любовь, которая исподвигла его дать нам своего сына. И сегодня вы спасены кровь Иисуса Христа. Без Иисуса вы бы погибли. Но благодаря Иисусу, нашему Спасителю, вы пойдёте на небо. И вот это личность. Это очень, или не очень. Это самое главное, важно. В втором месте, я хочу сказать следующее. Был такой период в моей жизни, когда я поднимался по лестнице. По лестнице жизни. И вот на этой лестнице были люди, которые мне помогали подниматься. И хочу сказать, что у любого бывает такой момент, когда они поднимаются. Но есть такой момент, когда нам приходится быть лестницей, чтобы поднять других. Когда Бог нас призывал сюда, в Россию. Я очень долго молился, чтобы Бог дал мне людей, которые будут со мной, моих учеников. Тех, кто будут меня поддерживать. И Бог это сделал. Бог дал мне моих друзей, тех, кто будут меня поддерживать. И сейчас мы находимся здесь с Толией, с Данилом. Анитой. С Анечкой. И, к сожалению, не хватает одного из них. Он остался в России. Его зовут Алексей. И каждый из них есть призвание Божье. И моя задача быть той самой лестницей, той самой ступенькой, которая поможет им подняться дальше. И я очень хочу, чтобы они получили опыт. И тогда Бог поможет им продолжать на своем пути. И моя радость содержится в том, что с ними все хорошо. И когда вы можете что-то дать, будьте счастливы. Потому что когда вы можете отдать что-то, это означает, что у вас есть что отдать. Если вы не можете чего-то отдать, если бы у вас не было, а чего отдать. Никто бы этого у нас не искал. Что я хочу сказать в целом? К чему я хочу прийти в целом? Когда кто-то хочет использовать нашу жизнь. Когда кто-то хочет, чтобы мы помогли им в чем-то. Не надо это делать с любовью, надо это делать с радостью в душе. Не нужно помогать. Не скручайте, не скручайте себя неловко от того, что вас просят о помощи. Прокупайте, когда nadie его любит. Лучше волнуйтесь тогда, когда вас никто искать будет. Потому что это означает, что вы теряете то, что можете. Аминь. Будьте богатым, если есть возможность. И в духовном плане, и в материальном. Имейте столько, чтобы вы могли делиться с другими. Аминь. Аккурдайте, Бог тебя любит. Аккурдайте, вы поднимались по лестницам, и вы должны стать лестницей. Это хорошо. И последнее, будьте богатым в духовном, в материальном плане, чтобы у вас было достаточно, чтобы с остальными поделиться. Аминь. Чтобы остальные могут быть. И сейчас я немножко вспомню то, о чем говорил Толя. Он говорил об отношениях с Богом. Без молитвы, без молитвы, у нас нет ничего. И в молитве содержится эта связь между нами и Богом. И когда мы молимся, мы получаем вот ту самую энергию, которая есть у Бога. Молитва, это та самая водосточная труба, которая дает нам воду, живую воду. Когда мы молимся, все вот это вот благословение, оно открывается для нас, мы это получаем. И в нашем духе содержится сила Бога. Аминь. Моя семья приветствует всех вас. Она рада за то, что вы здесь. Благаславение. Спасибо вам. Аминь. Много спасибо. Много спасибо. Благаславение. Бендеционно. 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 Аминь. Бендеционно. 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 Продолжение следует...